Доброе утро! Не удивляйтесь, что я одна. Я специально покинула Сашу, чтобы оказаться здесь, в окрестностях Барселоны, в Испании, и поездить на всей полноприводной линейке марки Шкода. Для этого здесь оборудованы специальные трассы, которые я обязательно попробую, но чуть попозже. Сейчас смотрим первый сюжет. Конечно, после работы, когда вы очень сильно устали, хочется представить себя не в автомобиле, а дома. В уютном кресле, с чашечкой крепкого кофе. Только такая слишком вальяжная посадка чревата серьёзными последствиями. Другая крайность – это псевдоспортивное положение рук на штурвале, которое использовалось гонщиками Формулы-1 в 70-х годах прошлого века. Прямые руки предполагают напряжение мышц, и, соответственно, движения могут быть сковаными и неточными. А таксистская посадка? Ну как можно так ездить? Работать рулём совершенно невозможно. Вообще, любая посадка, отличная от правильной, напрямую влияет на вашу безопасность. И причём только в худшую сторону. Не думайте, что посадка может быть охарактеризована одними лишь словами типа «руки должны быть несколько согнуты в локтях, ноги, соответственно, в коленях, а спина должна быть чуть ли не под углом 90 градусов по отношению к бёдрам». Правильное положение рук, ног и корпуса относительно рулевого колеса может быть определено градусами и миллиметрами. Например, угол отклонения корпуса назад должен быть равен 15-25 градусам. Между бедром и корпусом 80-100. Ну и так далее. Есть даже расстояние от подколенной впадины до сидения. Идеально, если это будет не более 4-6 сантиметров. А теперь я покажу вам, как можно достичь этих величин без применения транспортира и рулетки. В принципе, правильное положение достигается в четыре этапа. Как правило, я начинаю с определения положения ног относительно педалей, потому что педальный узел в автомобиле не зыбим. Если, конечно, в руках у вас не американский внедорожник. Ведь янки любят снабжать этот элемент сервоприводом. Но обычно в таких случаях отсутствует регулировка рулевого колеса по вылету. Итак, левую ногу подсуньте под педаль сцепления, если она есть. Правую – под педаль тормоза. И предвиньте кресло так, чтобы ноги были чуть согнуты в колени. После этого попробуйте понажимать на педали. Если все сделано правильно, то вам должно быть комфортно. А высота сидения определяется так. Ноги должны иметь надежную точку опоры и в то же время не свисать с кресла. Второе. Положите руку на верхнюю часть руля. Запястье должно быть на ободе. Кисть свободно свисает. Затем поднимите спинку так, чтобы лопатки были плотно к ней прижаты. Затем просто возьмитесь за рулевое колесо, лучше закрытым хватом, в местах соответствующих 10 и 2 часам. В этом случае руки согнутся в локтевых суставах и примут правильное положение. Если руль настраивается в вертикальной плоскости, то понадобится еще и эта регулировка. Рулевое колесо должно принять как можно более вертикальное положение. Но и здесь не обойтись без компромисса. При вращении рулевым колесом вы не должны себя задевать. И в то же время обод не должен перекрывать показания приборов. Вот. Теперь правильно. Но и это еще не все. Пристегиваю ремнем безопасности и включаю самую дальнюю передачу. Рука не должна к ней кинуться. Но здесь стоит вариатор, поэтому в данном случае этот пункт не столь актуален. И последнее. Зеркала. Они настраиваются так, чтобы было видно максимум информации. Но в то же время должен быть виден краешек вашего автомобиля. Это поможет легче определить расстояние до других транспортных средств. Ну, а в движении можно доработать нюансы. И следите за тем, чтобы при вращении рулевого колеса на любой угол лопатки были плотно прижаты к спинке. Да, чуть не забыл. Смотрите прямо перед собой и не склоняйте голову. Так как если голова образует с позвоночником единую вертикальную линию, то именно в этом случае наиболее качественно работает вестибулярный аппарат. Посмотрите, какие литролисты. Практически прямо. Я, кстати, не готов идти на такие жертвы. И тем не менее, моя посадка недалека от идеальной. При этом хочу заметить, что оценивая эргономику, мы всегда исходим из правильной безопасной посадки и доступного диапазона регулировок как водительского кресла, так и рулевой колонки. Поэтому упреки в адрес неправильно оцененной эргономики какого-то определенного автомобиля нами не принимаются. Ну, а теперь небольшой комментарий для автолюбителей с больной поясницей. Тем из вас, кому не повезло с креслом, с автомобильным креслом, можно только посочувствовать. Здесь есть определенная проблема. А дело в том, что не каждое кресло, оборудованное поясничным упором, может предостеречь от нарастающей боли в нижнем отделе позвоночника. И если это случается, то, конечно, это серьезный промок эргономистов. Во всяком случае, среди тестируемых автомобилей мне попадались и такие, где поясничный упор поддерживал не поясницу, а врезался чуть ли не в пятую точку. Но не в этом случае. Здесь все в порядке. Конечно, если бы у разработчиков таких неправильных кресел болели бы поясницы, не дай бог, то совершенно точно претензий такого рода удалось бы избежать. Что можно посоветовать, допустим, в продолжительной дороге? Если поясница начинает болеть, не дожидаясь острой боли в пределах правильного положения, меняйте угол наклона спинки. Меньше – больше. Распределение веса тела в кресле будет меняться, а вместе с этим будет меняться и кровоток. Конечно, это не панацея и далеко не всем сможет помочь. Но, возможно, такой прием позволит снять напряжение в пояснице. Если боль не уйдет, то нужно остановиться, опустить спинку кресла, расслабиться и постараться сделать себе массаж. Может быть, даже некоторое время полежать на кулаках. Единственным препятствием для этого приема могут быть механические настройки кресла. Потому что, конечно, если у вас болит поясница, острая боль в спине, то регулировать кресло вы вряд ли сможете. С электрическими все проще. Особенно, если кресло оборудовано памятью до нескольких положений. Ну а теперь самое время перейти непосредственно к обещанному тесту. И начну я его вот с этого экскаватора. Да нет, шутка. Все-таки с автомобилей Шкода. Прежде чем оказаться в учебном центре Канпадера, мне пришлось сменить большое количество пестрых слайдов с лобовым стеклом на отрезке пути длиной порядка 60 километров. Это расстояние от аэропорта Барселоны до местечкового полигона я решила проехать на Красной Октавии Скаут. Пока природно-техногенный проектор восполняет дефицит летних контрастов на подкорке, стоит упомянуть, что Шкода – очень активный игрок на рынке полноприводных автомобилей. И главное, чешский продукт – один из самых доступных в сегменте 4х4, соответствующим уровнем качества своему немецкому боссу Volkswagen. Испанская зима, напоминающая среднее российское бабье лето, ничем не способна спровоцировать активное вмешательство многодискового фрикционного пакета Haldex четвертого поколения. Сухой асфальт дорог тонкими нитями прошивает экран навигации и ведет самыми разными путями, исключающими лишь скользкое покрытие дорог. Сие чудо можно встретить гораздо дальше, в Пиренеях, белые макушки которых нет-нет, да и возникают на линии горизонта. Сейчас я направляюсь на первый спецучасток, на так называемую динаметрическую дорогу. Там будут всевозможные изменения, где на скорости можно будет испытать весь потенциал полного привода «Шкода Супер». Как раньше, возможность полного отключения системы динамической стабилизации электроника «Супер» уже не позволяет. Нажатием кнопки можно лишь упразднить одну из директив ESP, отвечающие за контроль тяги. Поэтому хулиганить вразрез предписанием инструктора, ведущего звено «Шкод», не получится при всем желании. Да и нужно ли это? Современные системы подключаемого полного привода напрямую взаимосвязаны с альмаматор контроля устойчивости, сцепления с дорогой и торможения. Без этих электронных помощников, даже при самом равномерном распределении момента между осями, можно натворить бед не менее фатальных, чем на аналоге с моноприводом. Поэтому без ESP на скорости, да еще и в поворотах, неравномерный характер подключаемого полного привода окажет полезную услугу лишь тем, кто имеет навыки управления в более профильных автомобильных дисциплинах. Когда наступает предел сцепных свойств покрышек и в дело вмешивается ESP, именно перебрасываемый момент между осями позволяет быстрее ослабить удела электроники. Ну и, конечно, нельзя забывать о том, что старт на скользком покрытии и последующий разгон гораздо эффективнее обеспечит автомобиль с шильдиком 4х4. Конечно, это не самый веский аргумент, однако он в числе тех неопровержимых, за которые действительно есть смысл раскошелиться. Сейчас я только что прошла два спецучастка, в которых прочувствовала полный привод в скоростных условиях. Теперь же мне предстоит полное бездорожье. Посмотрим, как с ним справится Skoda Yeti. Конечно, организаторы тем самым «желтым экскаватором» воссоздали максимально приемлемые условия, которые просто обязаны покориться чешско-тибетскому чуду. Однако я уверяю, что в естественных условиях не всякий журналист решится на Yeti покорять некоторые дисциплины этого оффроуд. Подъем и спуск с двух перекатов – не самое сложное из предлагаемого внедорожного меню. Компактный кроссовер гораздо убедительнее смотрится, въезжая в колью с поперечным креном, вызывающим вывешивание заднего колеса. Данное упражнение позволяет увидеть небольшие ходы подвесок и в то же время способность всех систем максимально нивелировать эту конструктивную особенность. Конечно, характерные возможности данного класса автомобилей напрямую зависят от очень многих факторов, и не в последнюю очередь человеческого. Тот же скаут в большей степени ориентирован на дороги с твердым покрытием, однако это нисколько не умаляет его потенциал, который нужно правильно применять в конкретных условиях. И все же я не буду сейчас заниматься позиционным раскладом возможностей системы полного привода «Халдекс» на примере каждой модели. Они все идеологически разные, но их объединяет одно – умение держать хороший удар там, где нужно оправдать высокое доверие своего покупателя к полноприводной «Шкоде». Погода в окрестностях Барселоны в феврале достаточно комфортная. На улице около 10 градусов, светит солнышко, небо голубое. Единственное дует промозглый ветер, который в свое время так не нравился жившему неподалеку Сальвадору Дали. Но это все лирика. Смотрим следующий сюжет. Еще 15 лет назад компания «Изенгольдштадта» скромно творила свои немногочисленные шедевры в тени тогда еще качественных «Мерседес» и без привкуса синтетики «БМВ». Уже сегодня автомобили с четырьмя кольцами, если не издают тон, то тональность выдерживают на такой ноте, которую конкурентам нужно попробовать еще взять. И вот живой пример. Красота – страшная сила. И с этим сложно не согласиться, глядя на обворожительную и вкратчивую грацию «Аудио 7 Спортбэк». Этому силуэту еще бы и надежность «Мерседес» в 124-м кузове, и злость «БМВ» в 34-м. И вот тогда немецкие конкуренты точно пойдут нервно курить в сторонке. А кто знает, может так оно уже и есть, и только у автомобилей со звездой на капоте проблемы с качеством, а у тех, что пропеллер с характером? Не знаю, но уверена, любые выводы делать рано, кроме тех, что способны охарактеризовать импульсивность дизайнерского посыла. И вот с этим, в первую очередь, все в полном порядке. В сравнении с тем же «БМВ-ГТ», который, к слову, так и будет вполне оправданно подвергаться пинкам общественной критики, пока баварский производитель не выведет в свет серийную версию своего четырехдверного купе «СС», которые еще пребывают в статусе концепта. Другое дело новенький «Мерседес СЛС». Хотя стоит отдать должное, во втором поколении он утратил свою первородную и яркую харизму купе. А если быть точнее, ее и не было. Никогда не было сравнения с Audi A7 Sportback и Porsche Panamera. Если честно, назвать хэтчбэком такую компоновку кузова у меня язык просто не поворачивается. Скорее, это все-таки купе, но пятидверный. И не стоит удивляться такой формулировке. Ведь Porsche Panamera никто особо не называет хэтчбэком. Хотя, между прочим, Audi A7 дышит ему в затылок. Правда, понимать такую формулировку стоит не в прямом смысле. Ведь стоимость самой дешевой 300-сильной Panamera выходит за рамки 4 миллионов рублей. В то время как самая мощная на сегодняшний день версия A7 Sportback с аналогичным силовым потенциалом даже не дотягивает до трех. Яркая фишка всех современных Audi – это характерная форма габаритных огней, которая очень четко идентифицируется в ночное время суток. То же самое относится и к освещению задних фонарей, которые являются логическим завершением данной корпоративной концепции. Световая начинка кормы в высшей степени превосходна, где пленительные кромки огневых волн еще не успели толком приесться. А вот диодные фарватеры в передних блоках фар давно привносят идентификационный хаос в модельный ряд Audi. На сей счет я взбунтовалась еще когда спорткар R8 лишили эксклюзивного хай-тека, пущенного под общую раздачу в Ингольдштадте. В результате сегодня что днем, что ночью любой Audi признать легко, но не различить модель. Это, конечно, еще и проблема общей корпоративной стилистики дизайна. Для того, чтобы общественное восприятие Audi A7 Sportback соответствовало его маркетинговому посылу, его дутые арки должны быть заняты колесами 20-го диаметра. Тогда его безупречность становится очевидной. А базовые 17-е, не такие, как здесь, здесь стоят 19-е, лучше всего сгодятся для эксплуатации зимой. И то не в Москве, а где-нибудь за Уралом. Прежде чем открыть пятую дверь, хочу обратить внимание на эту технологическую врезку. Это спойлер, который по достижении 120 км в час становится активным, а при снижении до 80 км складывает свои полномочия. И как мне кажется, этот элемент очень здорово нарушает сдержанную элегантность кормы. И я не верю, что сохранить необходимую прижимную силу на высоких скоростях разработчики Audi A7 Sportback смогли посредством только такого нехитрого приема. Уже в базе пятая дверь наделена электрическим приводом. Что ж, багажник большой и очень правильной формы. Его объем составляет 595 литров. А если сложить спинки заднего сидения, то полезная площадь увеличится до 1390 литров. А вот сейчас вы наверняка затаили дыхание. А случилась ли хотя бы самая малая революция в оформлении салона? Ведь ни для кого не секрет, что интерьер последних моделей Audi не только великолепен, но и однотипен. А от начинки такой тачки хочется, ну, хотя бы немножко поволноваться. Итак, кто молился, был услышан и теперь может выдохнуть с облегчением. Конечно, во всех деталях заложена ДНК марки Audi. Но вы только посмотрите на сложность архитектуры передней панели, чуть повернутой ко мне центральной консоли и в раздутого тоннеля. Во всем этом нет и намека на дорогую лаконичность, которая уже стала притчей во языцах. Это совершенно новый угол подачи прежних ценностей. Они теперь интегрированы в концептуальный пирог передней панели, состоящий из свежих и очень качественных продуктов. Технологический потенциал бортовых систем у Audi A7 Sportback способен к конкуренции на самом высоком уровне. А некоторые инновационные решения, такие, например, как тачпэд, и вовсе позаимствован у флагмана Audi A8. После того, как кнопка старт-стоп приводит в движение коленвал, несколько оборотов совершают и шестеренки приводных механизмов дисплея системы MMI. Он, как и прежде, выныривает из глубин центральной консоли, чтобы стать проводником в электронное пространство A7. Сложностей никаких. Более того, на ходу можно пальцем на тачпэде выводить корявые буквы или цифры, которые система легко распознает и адресует в пункт назначения навигации, либо в бортовой телефон. Акустическая система на выбор. Либо простенький 180-ваттный Bose, либо премиальный Bank & Dolphson с 15 динамиками и выходной мощностью 1300 ватт. Ну и, конечно, не обошлось без камер по периметру автомобиля. И система автоматической парковки, как вдоль, так и поперек проезжей части. Без системы слежения за разметкой, дорожными знаками, мертвыми зонами и камер ночного видения, а также проектора, выводящего большой ассортимент информации на лобовое стекло. Теперь удобство посадки за рулем такого автомобиля зависит не столько от физиологических параметров человека, сколько от размеров его кошелька. Дело в том, что даже в базе количества регулировок кресла насчитывает 10 направлений. В спортивном варианте 14, а в максимальном пакете аж 20. Сюда еще стоит добавить функцию массажа с питью программами, и тогда точно можно забыть про фитнес. Для меня в этом автомобиле многое ново. Кроме того, что на российском рынке он будет доступен как с приводом на передние колеса, так и с полным. Широкая линейка моторов, а также два вида трансмиссий. Это тоже правильный технологичный ход Audi, равно как и механическая и пневматическая подвески на выбор. И даже появление в будущем серии S и RS не оставляет никакого сомнения. Этот автомобиль уже сегодня бомба. Под капотом новинки может стоять один из двух бензиновых или один из двух турбодизельных моторов. И во всех вариантах это V6. Бензиновый 2,8 FSI развивает мощность в 204 лошадиные силы, а трехлитровый TFSI за счет компрессора надувает уже 300. Дизельные двигатели трехлитровые, но с разными силовыми показателями. 204 и 245 лошадиных сил. Трансмиссия либо восьмиступенчатый вариатор Multitronic, либо семиступенчатый робот S-Tronic, который доступен только в версиях Quattro. А еще передний или полный привод и подвески, механические либо пневматика. Итальянская Сардиния – это не беспредельная Сицилия, поэтому ездить на моноприводном A7-2,8 FSI приходится в рамках местного закона. Рулевое управление радует понятными реакциями и хорошей обратной связью. Как-никак, а усилитель электромеханический, в отличие от флагмана нового поколения Audi A8. А еще хочется отметить великолепную шумоизоляцию и немного капризные к плохому покрытию механические подвески. Но я допускаю, что с колесами меньшего диаметра и более высоким профилем покрышек, это ощущение вполне уступит место другому. Я не покреплю душой, если скажу, что в сегодняшней премиум линейке пятидверных купе, которая представлена Porsche Panamera, BMW, GT и теперь уже Audi A7 Sportback, наименее эффектно смотрится тяжелый кормой баварец. Но еще немного времени и на мировую сцену выйдет Mercedes CLS второго поколения. И вот тогда-то мы посмотрим, что сможет противопоставить этим трем выскочкам пионер этого класса. Ну что ж, моя насыщенная программа подошла к концу. Все машины опробованы, все трассы изъезжены, и теперь мне остается лишь вернуться в Россию и поделиться с вами безумными впечатлениями с Сашей. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин